Тобольск Главные цели форума – популяризация исторического знания и методическое обеспечение преподавания истории на неисторических направлениях подготовки. Признателен министерству и заранее принятое решение выделить на изучение истории России на неисторических специальностях 144 академических числа, то есть 80% которых отводятся на так называемую контактную работу. Но убежден, что ставку нужно делать на классическую аудиторную работу со студентами, имея в виду лекции и семинары. В рамках форума был дан старт профессиональному и общественному обсуждению проекта концепции преподавания истории России для неисторических специальностей. В будущем этот базовый документ определит содержание курса истории для обучающихся на непрофильных направлениях подготовки во всех вузах страны. Идет обсуждение как раз содержания этого курса специального для неисторических факультетов и специальностей и обсуждения разного рода методик. Коллеги высказались, я больше чем уверен, что по итогам первого форума преподавателей истории, а кто как не преподаватели и должны, в общем-то, обменявшись мнением, прийти к соответствующему согласию. Мы будем иметь очень четкое представление о том, как преподавать историю на исторических факультетах специальностей и направлениях. Кроме того, в рамках форума был презентован прототип первой специализированной электронно-библиотечной системы по исторической литературе, созданной издательством «Наука». Ее внедрение позволит решить проблему обеспечения преподавателей и студентов современной научной и учебно-методической литературой по истории. Если мы делаем национальную электронную библиотечную систему по истории, то вот что туда войдет, темы будут в вузах пользоваться. Надо, чтобы туда вошли качественные учебники, учебные пособия, научная литература, периодика, и чтобы туда вошло то, что вам, уважаемые коллеги, нужно. Поэтому вот эта работа сейчас организована на площадке Российского исторического общества, сбор предложений, и кто еще в этой работе не участвует, просьба активно участие в ней принять. Особой государственной задачей Сергей Нарышкин назвал выстраивание профессиональных контактов с историками Новороссии, преподавателями вузов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей России. Значение этой работы сейчас чрезвычайно далеко. Необходимо активнее вовлекать наших коллег в общероссийские научные и образовательные проекты, оказывать им поддержку, в том числе в организации защиты диссертации молодых ученых в диссертационных советах ведущих российских вузов. С 2023 года Миноборнауки совместно с РИУ запустит целую серию различных курсов повышения квалификации для преподавателей истории. Кроме того, в рамках форума прошло заседание и Молодежного клуба Российского исторического общества. На нем обсудили роль научного наставничества в профессиональном становлении молодых историков и поддержку молодежных исторических инициатив. Служба информации Фонда Истории Отечества. Фонда Истории Отечества